Всем привет! Сегодня 12 декабря, 23-й год. С вами Игорь Вабошкин и мы начинаем международную панораму из Нью-Йорка. Начинаем с новостей из Америки. Лагерь бывшего президента Трампа обвинил специального прокурора Джека Смита во вмешательстве в выборы. После того, как в понедельник прокурор попросил Верховный суд быстро разрешить дебаты о том, имеет ли Трамп иммунитет от судебного преследования. Предвыборная компания Трампа опубликовала резкое заявление, в котором подвергла резкой критике Смита и президента Джо Байдена, который также баллотируется на второй срок. И обвинили их из-за предложения сохранить дату судебного разбирательства 4 марта. Это разбирательство по делу о выборах 2020 года. И оно 4 марта приходится как раз на день до супер вторника, когда голосуют 13 штатов. И Верховный суд согласился оперативно рассмотреть ходатайство Смита, предоставив Трампу время до 20 декабря для ответа. Ну, как написали достаточно грубо в команде Трампа, приспешник Байдена, ненормальный Джек Смит, настолько одержим идеей вмешательства в президентские выборы 2024 года, с целью помешать президенту Трампу вернуть себе овальный кабинет, что президент уверенно готов сделать, имеется ввиду забрать овальный кабинет, что Смит готов попытаться обойти апелляционный процесс, помчавшись в Верховный суд. То есть апелляционный процесс должен был проходить в нормальном режиме, но опережая его, они пытаются сделать судебный процесс за день до супер вторника. В общем, подаются жалобы. Адвокат, специальный адвокат Трампа подал отдельную жалобу в федеральный апелляционный суд округа Колумбии. Ну и так далее, и так далее. В общем, будем следить за тем, как это происходит. До 20 декабря у Трампа есть возможность ответить на вот это вот заявление. Новости из Вашингтона. Добиваясь новой помощи, Зеленский встретится с Байденом и обратится к сенаторам. А визит президенту Украины проходит на фоне новых призывов администрации США выделить помощь Украине. По словам Кирби, президент Байден четко даст понять Зеленскому, что Белый дом твердо стоит на своем вопросе о выделении дополнительных средств. Администрация Байдена призывает Конгресс одобрить запрос Белого дома на выделение почти 106 миллиардов долларов для оказания помощи Украине. И не только. Сюда входит помощь Израилю и другие нужды, связанные с безопасностью, в том числе охраной южных границ. В понедельник администрация направила срочное предупреждение о необходимости одобрить военную и экономическую помощь Украине, заявив, что без нее военные усилия Киева в борьбе с российским вторжением могут застопориться. Неполитические новости из Америки. Отсидевший по ошибке 27 лет американец потребовал через суд 50 миллионов долларов. Мужчина, по ошибке отсидевший 27-летний тюремный срок, подал в суд на город Нью-Йорк и двух бывших детективов. Мужчина потребовал компенсацию 50 миллионов за причиненный ему психологический ущерб. Мужчина зовут Томас Малек, и он заявил, что по причине распутной и безрассудной культуры правоохранителей, он неправомерно провел почти три десятка лет в заточении, что серьезно отразилось на его психологическом здоровье. Ну, в общем-то, 27 лет в тюляге, это надо себе представить. Мужчина, которого недавно оправдали за ужасное и кровавое убийство служащего Гарри Кауфмана, который продавал жетоны в метро, и это было в 95-м году, он в понедельник подал в суд на Нью-Йорке на двух детективов. Вместе с Малеком по тюремному сроку приговорили еще двух мужчин, также десятилетия просидевших в тюрьме. И в 22-м году прокуратура сняла обвинения с заключенных, со всех трех, и постановила, что вынесенные им приговоры основываются на ложных показаниях и недостоверных доказательствах. Так что, видимо, ребята получат свои деньги, но, наверное, лучше было бы им не сидеть. Что происходит в мире? Крылатая ракета, выпущенная из Йемена, поразила танкер грузовой. Ранее повстанцы Хути предупредили, что будут атаковать суда, направляющиеся в Израиль. И крылатая ракета наземного базирования, выпущенная из подконтрольного повстанцем Хути района Йемена, поразила коммерческий танкер. Удар привел к пожару и повреждениям, но, к счастью, обошлось без смертельных случаев. Эсминец ВМС США Мейсон находился рядом и оказал помощь. В субботу Хути заявили, что они будут атаковать все суда, направляющиеся в Израиль, независимо от их национальной принадлежности, и предостерегли все международные судоходные компании от работы с израильскими портами. А в это время в Израиле переговоры между Израилем и Хамас о новой сделке по освобождению заложников могут начаться на следующей неделе. Так, по крайней мере, сообщают палестинские источники. При этом Хамас требует полного прекращения огня и, как они говорят, не закрывает двери для гуманитарного перемирия на новых условиях. Какие-то условия пока не сообщаются. Израиль тем временем продолжает военную операцию в секторе Газа, нанося удары по инфраструктуре боевиков. И он отвергает призывы ряда стран и международных организаций о свертывании своего наступления. Израильская авиация нанесла авиаудары по городу Рафах на юге сектора Газа, и жертвами, по данным местных властей, стали по меньшей мере 20 человек. Террористы или граждане пока неизвестно. США дистанцируются от применения фосфорных бомб, в чем обвиняют сегодня Израиль. Представитель Совета национальной безопасности Кирби накануне заявил, что США встревожены информацией о применении Израилем американских боеприпасов с белым фосфором. Объемы гуманитарной помощи, которая поступает в Газу через КПП Рафах на границе с Египтом после окончания перемирия сократилось в 5 раз. Если раньше через пропускной пункт в Анклав въезжало 500 грузовиков ежедневно, то начиная с 1 декабря только 100. В Европе еврооптимист Дональд Туск возвращается на пост премьер-министра Польши, и в отношениях Варшавы с Евросоюзом ожидаются потепления. Дональд Туск возвращается на пост премьер-министра в результате того, что в понедельник депутаты Сейма поддержали кандидатуру бывшего главы Европейского Совета и лидера оппозиции, а во вторник, как ожидается сегодня, выразят вводом доверие его правительству. Таким образом, на смену восьмилетнему правлению консерваторов-националистов идет оттепель в отношении с Евросоюзом. Ну и новости с золотого треугольника. Мьянма стала мировым лидером по производству опиума, опиумного мака. Она обогнала Афганистан, где талибы запретили его выращивание. Они стали мировым производителем опиумного мака, отобрав лидерство Афганистана, где талибы в 22-м году запретили выращивать этот наркотик. Площадь посевов опиума в Мьянме за год увеличилась на 18% и превысила 47 тысяч гектаров. Это рекордный уровень с 2001 года. Площадь увеличилась в штатах Шан, Чин, Качин, где урожайность выросла до 16%, то есть почти 23 килограмма с гектара. Как полагают эксперты, производство опиумного мака в стране продолжит расти. Его выращивание фермеров в отдельных районах подталкивает политическая, социально-экономическая нестабильность, которая установилась в Мьянме после военного переворота в феврале 2021 года. Мне довелось побывать в Мьянме до переворота. Ну, в общем, достаточно бедная страна. И был я там в музее опиума. Довольно интересно. Этот продукт там существует издавна. В общем, оттуда он и двинулся по миру. Да. Ну, что можно сказать. Возрождаются традиции. В то время как в Америке разрешили марихуану. Ну, может быть, и до опиума скоро докатимся. На этом сегодня все. С вами был Игорь Бабочкин из Нью-Йорка. Международная панорама на 12 декабря 2023 года из Нью-Йорка. Всем привет. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok